Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. Сегодня поговорим о том, как проживать стресс, как переносить неприятности, которые возникают. Безусловно, можно и нужно разделить виды стрессов на те, которые пережить легко, и те, которые даются с трудом. Почему возникла эта тема? Несколько дней назад я разместила видео, в котором рассказала о неприятностях, с которыми столкнулась в аэропорту Анталии, когда возвращалась в Москву, и эти трудности, этот стресс возник в связи с перевозкой кошки. В комментариях несколько подписчиц написали, как вы пережили это. Я бы, наверное, впала в панику. Кто-то пишет, боже, как это можно вынести. В общем, сетований было достаточно много. И одной из подписчиц я написала, наверное, я сниму видео и расскажу, как я проживаю стрессы, которые неминуемы в жизни каждого человека. Но еще раз повторюсь, есть стрессы, которые не представляют серьезные угрозы нам. Есть стрессы, которые долгое время сопровождают нас. Такие, как у меня потеря мужа была. Итак, про аэропорт. Про то, что приключилось. Напомню или расскажу тем, кто не знает. По прибытии в аэропорт при оформлении документов на регистрации мне было заявлено, что в той переноске, в которой мы привезли кошку в Турцию, уже возвращаться нельзя. Что нельзя в жесткой переноске, в пластиковой, а можно только в сумке. Я нахожусь в аэропорту, соответственно, зоомагазина там нет. Надо искать, где купить, если ты хочешь улететь. Это первая трудность. И вторая. При оплате за перевозку кошки объявлялось при бронировании, что это будет стоить 8 евро за килограмм. А оказалось, не 8 евро, а 188 евро. То есть на наши деньги 16 тысяч рублей. Естественно, к этому надо было быть готовой. А я не была готова, потому что у меня был забронирован билет, у меня была предварительно одобрена заявка на перевозку кошки с подтверждением размера переноски. Но пришлось это выдержать. Первое, что надо сделать, это сказать себе, я могу что-то изменить или не могу. И если я не могу это изменить, это надо принять и относиться уже, так скажем, с трезвым умом. Потому что либо я должна была расплакаться и остаться в Анталии, либо я должна была предпринять все меры для того, чтобы разрешить эту проблему. Понимаю, что это второе, что я изменить не могу, но я могу решить эту проблему. У меня есть деньги для того, чтобы закрыть все эти вопросы. Следующее, надо понимать, что принесет мне мое расстройство, моя паника, мои слезы. Они не принесут мне ничего хорошего. Поэтому надо взять себя в руки и идти, и решать проблемы по мере их поступления. Что я и делаю? Я начинаю метаться по аэропорту в поисках какого-то бутика, где продаются надлежащие переноски для этой авиакомпании. Я покупаю эту переноску. Я прихожу оплачивать. Мне называют сумму, которая превышает там, я не знаю, ну не в 10 раз, а, наверное, раз в 6 стоимость, но у меня есть деньги, и я оплачиваю. И это не стоит моего здоровья, чтобы я впадала в панику, чтобы я нервничала. Трудность состояла только в одном. Надо было совершать пробеги по терминалу. Ну, на мой взгляд, мне так показалось, что где-то метров 700, наверное, может быть, даже 800 из одного конца терминала в другой конец. Это в поисках этой переноски. Но я это решила. Вообще по жизни я, как это уже мне удалось познать, очень сильный человек. И когда случаются какие-то очень серьёзные проблемы, я никогда не впадаю в панику. Я сажусь и обдумываю, что надо сделать и как надо сделать. Потому что, ну, на протяжении, во всяком случае, более 20 лет, нет, 20 лет после того, как у мужа случился двойной инфаркт, все вопросы серьёзные, обеспечение семьи материального, поддержание хорошего микроклимата в семье, всё легло на мои плечи. Потому что сын тогда учился в институте, и надо было и его поддерживать. И это меня очень даже закалило. Кроме того, когда-то я нашла вот такие слова. Они из Евангелия. Мне кажется так. Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Дай мне мужество, изменить то, что я могу. И дай мне мудрость отличить одно от другого. И до сих пор вот эти слова у меня на рабочем столе. Потому что иначе просто невозможно жить. Надо понимать, что ты можешь сделать. что такое стресс. Ну, прежде всего, давайте градацию такую проведем. Стоит ли из-за этого портить себе жизнь? В том смысле, что стресс напрямую влияет на наш иммунитет. и если мы будем подвергать себя постоянно стрессу, наш организм просто не выдержит. Откуда возникают все болезни? Но мы не будем говорить о том, что организм стареет. Это естественно. Но если к этому старению добавить еще постоянную нервотрепку, а я знаю таких людей, которые проживают и переживают буквально все. Они нервничают по поводу обстановки в стране. Они нервничают по поводу того, что происходит в наших магазинах и так далее. Это не стоит нашего здоровья. Попробуйте опустить ширму. Я не говорю, что надо закрыться от всего. Я говорю о том, что надо, простите за это выражение, фильтровать, что нам надо, а что не надо. Я два месяца жила в Анталии. Там, если раньше были российские каналы на телевидении, и муж, просыпаясь, сразу включал Россию один, то в этот раз никаких каналов, кроме ТНТ и Евроньюз на русском языке, ничего не было. Ни ТНТ не представляет для меня никакого интереса абсолютно. Я практически никогда не смотрю какие-то фильмы, сериалы. Ни Евроньюз меня не устраивает. Поэтому два месяца я жила без телевизора. и я спокойно абсолютно засыпала, у меня не было никакой тревоги. Утром просыпаясь, я смотрела на Рамблере какие-то основные новости, и на этом повестка дня политической направленности заканчивалась. А моя приятельница переживала всё. И я с ней много раз говорила, что не стоит, как говорил профессор Покровский, не надо читать до обеда советские газеты. Не надо смотреть эти новости. Не надо слушать. Ничего не зависит от нас. Мы ничего не можем изменить. Поэтому для себя ставим барьер. Если нас это раздражает, мы просто это не смотрим. лучше взять книгу и почитать. А лучше взять кроссворд и разгадать. И потратить своё время на прогулку вместо того, чтобы сидеть и переживать, что происходит с информацией на Евроньюз. Дальше я хотела бы сказать следующее. Так вот, когда ты принимаешь ответственность на себя, ты становишься абсолютно другим человеком. у нас в семье было такое серьёзное я даже не знаю как сказать событие, жизненно важное событие, и я смогла в этой ситуации собраться и решать необходимые вопросы. спустя какое-то время сын сказал мне, что его удивило, как собрано я всё решала. Муж мне сказал, я поражаюсь тебе, как ты смогла не реветь, а вот всё решать. я ревела, я закрывалась и молилась, но никто этого не должен был видеть, и от этого я была спокойна, что они видят меня, что я в норме, что я не расквашенная никакая, и поэтому всем было хорошо. Слава Богу, мы пережили это всё, и до сих пор я знаю, не приведи Господи, если надо будет решать какие-то вопросы, я соберусь и всё решу. И я хочу обратиться к тем женщинам, которые не могут себя заставить взять в руки себя, решать какие-то вопросы. Всё в наших силах. И прежде всего надо осознавать, что от того, что вы плачете, переживаете, ничего не изменится. Если надо решать вопрос, его надо. Да, поплачьте, да, мы знаем, что слёзы снимают стресс, хотя бы в какой-то части. Но в принципе не надо себя загонять в какой-то безвыходный тупик, так бы я сказала. И ещё, как бы ни было сложно, если вы понимаете, что больше никто вам не поможет, уверяю вас, и это я проверила в Турции, организм настолько мобилизуется, что просто диву даёшься. Если дома здесь постоянно то нога, то спина заболит, туда я приехала, и целый месяц у меня были ежедневные физические нагрузки, это были не прогулки, это была необходимость уборки квартиры, вот ну в общем приехала, а там за три года нашего отсутствия в крупах завелись букашки какие-то, они были по всей квартире, и каждый день просыпаясь, я уже называла это зарядкой с пылесосом, я бегала с пылесосом, потом вымывала всё с доместосом, потом обрабатывала всё райдом, и в общем месяц ровно я это делала, и каждый раз говорила, господи, благодарю тебя, если бы я была в Москве, ну точно, сорок раз уже приехал бы сын, и сорок раз мне делал уколы, а здесь, понимая, что мне никто не поможет, я одна, и я должна решать эти вопросы, и я относилась к этому не с болью в сердце, абсолютно довольная с собой, что я могу это делать, я двигала мебель, представляете, я ни разу там не заплакала, что как мне тяжело, хотя когда ложилась на этот аппликатор Кузнецова, господи, дай мне сил, мои дорогие, пожалуйста, берегите себя, мы мы очень сильные, и каждая из нас может найти в себе силы побороть стресс, еще раз хочу сказать вам, я желаю всем здоровья, мира, покоя и радости, несмотря ни на что, и повторю, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу, и дай мне мудрость отличить одно от другого. Будьте счастливы. С уважением, ваша Светлана. Пока-пока. Светлана.